Ой, друзья мои, ну что вам сказать, Люба добралась до дома, уже ножички свои теперь буду залечивать, и теперь буду залечивать свои ножички, друзья мои. Значит, я конечно с шампанским это дело должна отметить, а значит, что вам сказать, в итоге 170 километров. 170 километров и израненные ноги, была у меня надежда на мои кроссовки, на обувь, которая у меня есть, это были The North Face, с подошвой Vibram, трекинговые кроссовки, но это мне не помогло за поход. Ой, боже, как хорошо. Ну, это мне не помогло. Значит, не знаю почему, попробую я еще купить себе защиты, такие вот прям закрытые, чтобы на пальце были закрыты. И сегодня у меня клубника, я еще в этом году не пробовала клубнику, уже она проходит, а я ее не пробовала, думаю, дай куплю. 170 километров от Сан-Джен-Пьен-де-Порт до Лагроньо. Кстати, очень мне понравился городок Сан-Джен-Пьен-де-Порт. Если кто-то где-то когда-то мимо будет проезжать, прям специально, конечно, туда, может быть, я бы и не поехала. Но если где-то мимо будете проезжать или с такой оказией, как я, то туда бы я заглянула. Очень хороший городок, он в тысячном году был с другим немножко названием, но он был разрушен, и потом король Навара его восстановил. Это такая прям хорошая архитектура, не такая мрачная, как у испанских городов, там тоже камень, но вот мы потом уже пошли в Испанию, оно немножко, знаете, коричневые камни, серые камни и все. А там вот они как покрашены, побеленные, с красными этими оконками, ставнями, зеленые ставни. Такие интересные домишки, посмотрите в видео. Очень интересный городок, и там есть что посмотреть. Мы там две ночи ночевали, можно было бы еще остаться ночевать и еще найти что посмотреть. Первый этап был самый интересный. Самый интересный для меня был первый этап, когда мы шли через Пиренеи, горы, виды, пейзажи. Я его просто, первый день, я его просто пробежала налегке, 25 километров, я их даже не заметила. Потом, боже, какая клубника невкусная, ну что, что такое? Что я молоко ешь, что яблоко ешь, что клубнику, вот только цветом отличается. И формой. Потом все остальные были этапы такие, ну, идешь от деревушки, до деревушки по полям, по лесочкам где-то там. Дорога, она, знаете, как вот с мелким камнем такая, с мелким камнем, и нога вот так всегда перекатывается. Бывали кусочки хорошие, но в основном с камешками дорожка такая. Достаточно сложно ездить. Второй этап, который мне понравился, это от Зубери до Памплоны. Не знаю, почему он мне понравился. От Ронцельвайса до Зубери, я, видимо, уставшая была немножко такая, знаете, ну, пробежала его тоже неплохо. Да, ну, такой он как-то ничем был непримечательный. Кроме вот этой, на задурках Ронцельвайса, есть захоронение, ну, не захоронение, а там место сжигания ведьмы. А в 16 веке там 9 человек сожгли, и оказывается, я потом начала читать, что там вот в этом округе, в Наваре, в этой округе, в Ронцельвайсе, в этих лесах еще были, есть еще такие места, где сжигали ведьмы. Ну, вот на этом месте, где мы, через которое мы проходили, 9 человек сожгли, 9 женщин. И там, в Крест, конечно, установили плиту надгробную, ну, понимаете, это во время 16 век, времена Англезиции. И потом до Зуберим. В Зуберим мне понравился мост, романский мост, времен Римлян. Они молодцы, как они вообще строили. Вот этот мост в Зуберим был построен в 1097 году. В 1097 году. Он называется, интересно так, мост Долларабия, мост бешенства. Видимо, там связано что-то было в какой-то момент с бешенством у животных. Вот мост был такой преградой, да, то есть не пропускать. Ну, в общем, что-то такое. Честно говоря, там было написано, но я не читала даже. Что-то такое, глянула примерно, и все. И вот от Зубериду Памплона мне понравился. Дорожка шла вдоль по лесочкам, вдоль речушки. Все это отличные виды, и там есть такое шикарное место, где мы остановились пообедать, выпить кофе. Посмотрите, в этой речушке шикарнючее место. Сейчас просто не вспомню название. Там просто с шикарными видами. Ты просто сидишь, вот там действительно ты отдыхаешь. Ну, Памплона мне уже понравился. Я вам уже рассказывала, городок. А потом, ну, такое, потом такое, вот знаете, ну, просто вот ты идешь между деревушками, между лесами, между полями. Честно говоря, что потом, ну, вот еще вот это Альто де Бердон, Альто де Бердон. Где вот эти знаменитые фигурки паломников железные. Ну, и там тоже место не просто так. Там тоже захоронено несколько людей. Сто и сот, или десятков людей. Но это во времена гражданской войны уже в Испании. А что мне потом еще понравилось на этом пути? Ну, наверное, вот и все. Наверное, вот и все. А что мне не понравилось? Не понравилось какое-то общее ощущение пути. Не знаю почему. Ну, во-первых, не понравилось, знаете, ну, не то, что не понравилось. Нет, нельзя сказать, что мне это не понравилось. Это просто немножко другое, да. Допустим, я шла в Сальвадор, Камино Сальвадор и Камино Либонегу. Это, конечно, вокруг примерно пики Европы. Но там, конечно, виды шикарные. Там вот эта трава такая, зелень такая прям вдалеке где-то горы видны. Меня это так прям вдохновляет, прям шикарно. Мне это очень понравилось. Здесь вот кроме первого дня пути, ну, потом пошли вот эти еще поля, деревушечки однотипные такие, как будто испанские деревни, они все однотипные, да. То есть церковь, вокруг нее там 2-3 улицы старые, все. Мне понятно, что не понравилось, но бросаются в глаза. Раньше я почему-то на пути так этого не замечала. Хотя это мой шестой путь. Идут не от церкви к церкви, как раньше, паломники, да, а от Баракбару. От Баракбару сейчас идут. Очень мало кто заходит в церковь, дорога вся идет через церкви. Все идут через церкви. Я не скажу, что я там, ну, я, ну, хотя бы сделать фотографию, да, посмотрите, что-то там такое. Ну, вот и тут как Баракбару. Это чисто мое ощущение такое, показалось мне так, не знаю. Конечно, дорога размечена хорошо. Я останавливалась в альбергах или в хостелах, но в альбергах я останавливалась в частных, и мы бронировали, я бронировала заранее комнаты с душем, чтобы отдохнуть немножко, потому что, ну, устаешь. Не то, что от людей устаешь, но устаешь. И хочется тишины и спокойствия. Во всех были шикарные, как для альберги, у всех были шикарные условия, у всех были фены, кроме вот одного, где-то там на пути не было фена. И вот в Лагронию мы последние, уже когда пришли, уже в Лагронию там тоже не было фена, ну, это такое. А так везде на пути даже фены были. А вот, поэтому шикарные условия везде. Поужинала один раз только. И прямо на следующий день несла это с собой в желудке. Прямо вообще, ну, нельзя уже ужинать мне. Ну, мы не попадали нигде на ужин. На обед пропускали, потому что я были еще в пути. И на ужин я уже ложилась спать, они там только ужинать начинают. Это не для меня. Один раз попали, и то я пожалела. В общем, дорогие мои друзья, вот такой мой опыт. Я прошла от Сан-Джен-Пьет-де-Порт до Лагронию. 170 километров, напоминаю вам. Это краткие. Краткие заметки с пути есть. Это такие мои краткие. Если я еще потом что-то вспомню, я запишу видео. Ну, это такие первые впечатления. В первые впечатления. Дальше будет больше. Я надеюсь, что у меня хватит силы, терпения, когда залечу ноги, решу что-то, может быть, еще с чем-то. Я не знаю, что мне с ними делать. Это проблема не в обык. У меня это, у меня проблема, значит, в ногах. То есть, у меня вечно, всегда проблемы. Не знаю, еще раз говорю. Может, мне надо купить носки. У меня этот фармацевт, я заходила в аптеку, во все спрашивала, что мне в нибудь ее приложить. Вот, надо защищать. там есть, да, такие вот прям, как напальнички есть, да, то есть, такие прям, ты одеваешь его, как, ну, может, думаю, может, еще носки с пальцами купить. В общем, не знаю, буду я что-то решать на следующий раз, чтобы мне хоть как-то более-менее комфортно пройти. Но, еще раз говорю, я вчера уже шли в Белогронию, мы вчера в последний этап шли 28 километров, подошва горела. Я возвращалась в сандалях друга 42 размера, потому что я просто не могу, мне надо было поменять, на свои сандалии я дурочка не взяла. Так что, такие дела, друзья, вот такие, вот такой краткий у меня отчет, если я что-то потом вспомню, я еще запишу. Но самое главное, что я вам хочу сказать, это шикарный опыт, шикарный опыт вообще жизненный, с какой бы целью вы ни шли, никого не слушайте, если вам где-то что-то услышалось и вы хотите его пройти, вставайте и идите. Где-то будет трудно, где-то будет интересно, где-то будет легко, но вы запомните этот опыт навсегда. Все, ребята, я добиваю свое шампанское и отдыхаю. Всем вам хорошего настроения, хорошего дня, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга. Мира и добра всем. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, а я буду на них отвечать. Всем пока.